всем доброе утро друзья мы начинаем смотреть за бтс дота онлайн еще одна крупная онлайн лига два региона юго-восточная азия и северная америка ну и начиная с уже позднего утра мы смотрим за юго-восточной азии ближе к ночи начинается северная америка поэтому дота в общем идет практически круглосуточно кроме этого идет еще и китайская лига кроме этого скоро будет и париматч лига в общем доты много на любой вкус в любых регионах в общем-то можно посмотреть только пока у нас так получается южная америка обделена ее найти чуть тяжелее много дней мы будем смотреть 10 по 26 апреля вчера прошел только первый день было сыграно два матча и в целом каждый день мы будем видеть по два матча некоторые дни будет три игры но это буквально тут два или три игровых дня будут такие вот прям насыщенные сетка венеров лазеров после этого и победитель получает приз 21 тысячи долларов но при этом все остальные команды также получат свой приз денежным эквиваленте никаких там проходов дальше на турниры не будут просто деньги в общем сейчас получается так и играть потому что нет толком никаких аван турниров по понятным причинам ну и команда бум и спорт против реалити рифт первая игра на сегодня и комментировать все эти дни для вас будет лекс и форс никита привет доброе утро всем привет там давно не следил я за юго-восточной азией посмотрим чем игр здесь отличается от того что мы видим в китае и в европе потому что сейчас в европе в снг очень много игр идет поскольку параллельный esl проводит свои матчи вот но в китае как-то верно отметил вот cda та же самая китайская лига там тоже играют топовые команды любопытным смотреть чем там китай играет вот и в целом есть небольшое различие наверное да между двумя или или я не знаю тремя регионами наверное все таки можно сказать поскольку у нас есть цель только снг европа объединили атак то у нас в dpc сезоне европа снг это отдельные регионы до бум и против реалити рифт первая игра у нас на сегодня это было три пока вроде ничего сверхъестественного мы не видим видим рубика кентавра тоже такая стабильная стабильная дабла не знаешь чё пикать бери рубика кентавра такой прям супер универсально против всего стоит против чего-то стоит лучше против чего стоит хуже но по игре всегда полезные персонажи ну а тут наверное котл какой-то сейчас будет странно не котл а зачем тогда эмбер очень любит эмбер спириты вместе с котлом брать очень сильная связка на линии вспомнили тоже поэтому старого персонажа который очень 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 надолго исчез из мета и все про него забыли все пикали на пятерку что-то к не пикали лича там бабку эту snap fire потом кто-то брал вот старых героев типа ну не старых точнее а вот там старых скобочках новых феникса там бэйна там чена многие спамили команды а про такого персонажа как котл забыли вовсе там и сейчас мы очень очень часто можем наблюдать таких товарищей как котл брестолбэк котл эмбер спирит очень популярные связки вот пока мы видим то что до юго-восточной азии по крайней мере до этой карте до этой карты эти связки я тебе уверяю что через ней 10 захотим мы этого или нет а мы будем экспертами в юго-восточной азии команды некоторые уже играли в рамках esl а там также была лига шла она в общем-то тоже достаточно долго и она по-прежнему идет что самое интересное а 8 команд не участвует и команда reality рифт в рамках групповой стадии эти места занимает в итоге не выходит плей-офф то время как у бумов все намного лучше у них были одни победы но скажу честно там соперники были как и очень сильные так и очень слабые команды из прямых инвайтов все команды которые мы видим ауто из открытой квалификации там имена ну совершенно неизвестны для широкого зрителя но в целом есть факт что реалити рифт даже вот в группе где вроде как ребята должны были максимально себя показывать заняли третье место поэтому в этом матче наверное имеет смысл сказать что бума являются фаворитом реалити рифт будут в роли догоняющего ну интересно интересно конечно в общем мне кажется я по крайней мере когда смотрел расписание матчей мне казалось что тут нет какого-то ну прям типа супер явного фаворита и мне вообще изначально казалось что реалити рифт даже чуть получше смотрится ну по крайней мере смотрелись на тот момент когда я последний раз следил за юго-восточной азии ты вот сейчас говоришь что все наоборот будем посмотреть может так и есть форму команд изменчивая очень часто они в какие-то не играют крайне хорошо ты не плохо играют вот так что в этом целом нет ничего удивительного рики забирают бум спортс игра хорош и популярны сейчас крайне но эмбер против него хорош как мне кажется ну так я имею ввиду если рано и агрессивно начать играть то эмбер достаточно хорош против рики потому что рики может там от от спама от какого-то умереть если там центрями под какими-то драться там раз фисты два фисты и у него уже часть хп отлетает а так в общем то наверное рики все-таки хорош против эмбера тоже потому что тучка диффуз и у эмбера нет никакого эскейпа против этого пока ты бкб не купишь там даже излюбленный эмбер спиритом юл может не особо помочь да потому что ты там как-то подъявишься все равно там приземлишься еще пару ударов может получишь получишь вот так что может быть даже бкб придется рашить посмотрим в зависимости от того насколько быстро реки будет развиваться насколько медленно будет эмбер развиваться может быть будет наоборот эмбер будет реки щемить ему там как можно скорее нужно будет манта чтобы сбрасывать себя всякие достые чины можно какую-то четверку можно даже наверно тройку какую-то показать прямо сейчас реалити рифтам потому что они уже видят как бы реки мару а можно четверку кто не мешает четверку четверки они вообще герои универсальны вот в чем отличие четверок от всех остальных персонажей четверку ты почти всегда берешь вслепую ты никогда не знаешь что там будет ты можешь как-то под четверку более-менее стратегию там построить там то есть взять шейкер какого-то или там если ты колока пикаешь вместе с шедоуфиндом с каким-то но зачастую четверки вот это герои которых ты можешь фпшность это вот как раз всякие грим строки рубики там знаю феникс снэпфайр вот что-то в этом духе очень популярный четверт четверки героя четвертой позиции реалити рифт берут мирану решили что у врага есть инвиз нам тоже нужен но на самом деле мирана сейчас просто становится все более популярным персонажем ее берутся чаще и чаще и под нее нужно мне кажется весьма специфического героя потому что на ланинги мирана это герой который может импакта не дать особо поэтому нужен какой-то хороший вот персонаж из лордар не совсем то что я хотел конкретно под мирану но это очень полезный герой против риги конкретно и на линию и по игре вот поэтому с лордар в общем-то имеет право на существование ласт пиковый реалити рифт нет будут они слепую брать своего мизера у бумов же ласт пик есть и они могут посмотреть что там реалити рифт возьмут если это будет эмбер спирит на миде то могут соответствующего персонажа на центр поставить конкретно для бумов мне кажется хорошо подойдет какой-то тоже кор герой дополнительно одного реки мне кажется маловато будет здесь с контролем у них вроде все плюс-минус нормально в общем убым и спортс просто от знаешь если ты заходишь в паб и у тебя в пабе попались люди которые хотят победить и они просто берут своих хороших вот своих каких-то наработанных хороших героев вот типа вот пятерка пик и оп грим строк четверка пик и оп рубика тройка пик и оп кентавр кэри пик и оп реки мару и вот сейчас мидера какого-то заберут их пик выглядит абсолютно вот так вот не сказать как бы я не говорю что это как бы плохо возможно даже в какой-то степени наоборот это даже хорошо хороший такой стабильный пик им просто нужно нормально правильно сыграть и все как будет работать никаких противоестественных вещей они не делали не брали там хускаров в аппарата или троллей в интер виверну или там в разоров какого-то то есть нет то вот странных таких моментов все в пределах разумного все в пределах классики банится там пларка бумами побаиваются там пларки действительно там пларка в слордара достаточно опасный герой ты еще более быстрый рошан и еще более опасный скажем так тимфайт вот и кстати говоря кстати говоря слордар очень круто с эмбером работает вот что тоже следует отметить пару марок кинул на слордаре раз фисты два фисты пол лица нет уже у героев что из такого дефолтного реалити рифт могут выбрать с профит остается то что какое-никакое сочетание с лордаром может быть вообще да дэс профит дэс профит кстати вообще что-то про нее не вспомнили на этой карте уж в нашем регионе уважает этого героя но вот как раз хотел сказать про финда что как раз такая классика классика жанра шэдоу финд чем бума ты бумом на самом деле надо просто взять хорошего героя конкретно для себя потому что шэдоу финд это героя которого в миде закрыть крайне трудно крайне трудно если человек играет нормально адекватно то ты не можешь его да даже если ты его там попытался контрить как-то там даже один раз ты его убьешь вообще нет никаких гарантий что у шэдоу финда не получится игры он все равно уйдет в лес будет там качаться будет там фармить актуально только если ты какой-то роум еще четверка его знаешь там один-два там три раза как-то убьешь и будешь в напряжении держать тогда да тогда уже до финда будут большие проблемы а так это прекрасный 21 пик бума спорт сдумают им повторюсь нужен еще один какой-то кор герой то есть не какой-то пангольер мне кажется на мид который который кстати говоря забаним может у д какой-нибудь хороший сейв будет отдэ мне не очень нравится против сф а они берут удар хорош но посмотрим ладно что из этого выйдет туда кстати береже начинает сейчас пикать последнее время ну прям совсем такой знаешь шаблонный я бы сказал драфт совершенно они могли легионку какую-то иметь взять я просто думал о том что и стрела есть и удар есть было бы неплохо как это снимать себя ли сайвить но да и может сайвить отчасти 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 да и из грима может сочетаться хотя тут какой-то реальной комбинации с грим строком и его ультимейтом на самом-то деле ну кроме кроме телекинеза рубика если рубик украдет хотя бы хотя бы новую лича можно там двойную нову дать это тоже хоть что-то поэтому в принципе грим строк уберут сейчас еще для того чтобы линию хорошо отстоять вешаешь на реки щит реки прям прыгает в лицо и станет тоже очень жестко да кстати прежде чем перейдем к игре напомним нашим зрителям что можно зарегистрироваться и получить бонус от наших коллег из приматч подробности вы можете найти на баннере под трансляцией вот и пока ребята распикивают героев можно предположить вообще какие линии будут у кого выиграны тут эмбер спирит плюс лич против кентавра рубика кажется эмбер спирит плюс лич должны хорошо простоять этот лайн и реки грим строк тоже должны хорошо простоять свой лайн если только мирана не попадет там каких-то аномальных станов много там грим строк не поймает какой-нибудь стан на три секунды в начале игры не умрет от этого ли там не потеряет все ресурсы то у бумов должно быть все тоже более менее нормально в общем на мой взгляд игра будет строиться чисто как-то в мидгейме очень тяжело спрогнозировать и там и там шаблонный такой хороший драфт посмотрим кто просто лучше играет там будет ясно пока небольшая пауза change connection грим строк со старта базилку себе танго берет что не часто можно за дресски никакой нет да да на сейф-линию редко когда берут базилу прямо-то очень такой редкий случай как правило этот предмет приобретается ну мне кажется что базилу на сейф-линию можно купить тогда когда у тебя на кэре стоит персонаж который ну прям хочет мана регена может там кэри бристалбэк какой-то сейчас тоже очень часто берут кэри бристалбэка и если уж у тебя нет котла приходишь на линию на пятерки с базил это кстати очень круто но очень приятно потому что хедреску ты берешь на пятерки в основном не для себя на пятерки ты хедреску берешь для своего кэри в основном чтобы он не проседал когда ты берешь базилу ты ее как раз вот и для себя тоже берешь потому что восстановление маны для пятерки мне кажется чуть более рентабельно чем восстановление здоровья с хедреской более хедреску там немножко под нерфили а базилу то кстати нерфили базилу вот интересно а базилу не нерфили вот видишь баклер по моему да или нет баклер нет баклер тоже не нерфили нерфили только все что сочетается с рингов регеном шантовал два сейчас дает 1 75 рингов реген тем 25 c вот такие пироги муте кто-то почему не вижу как кто-то отвечает да там никто не отвечает потому что мне кажется от отмен городе какие-то глупости какой он сам с собой разговаривает забавно получается ох уж этот отмен отмен после этого матча нас ожидает игра фнатик и taiwan в общем taiwan вообще там команда которых постоянно какие-то изменения мы толком их еще в деле то и не видели на конец то увидим надеюсь на протяжении лиги они не будут там менять составы и так далее потому что вылетом перестановки как эта команда вообще ворвалась в доту 2 лайк там посидел немножко по моему дни 10 сразу же убежал в общем состав как понимаю все еще устаканивается я не уверен что все эти игроки останутся через 10 дней будут продолжать играть за коллектив taiwan а фнатик как и tnc наверное одни из главных фаворитов сейчас не только в этой лиге но и в целом в регионе юго-восточной азии команды сейчас самые сильные хотя конечно там и geekfm дышат спину и те же адрой ты набирают мощь ладно через 10 дней все будет понятно что будет происходить потому что матчей правда много получается что все команды сыграют друг с другом формате бутри поэтому общем и так много матчей получается вчера была сыграна две игры tnc легко обыграли своего противника 2-0 команда cr и команда android также легко обыграла команду geekfm очень быстрые игры были почти все игры шли 30 минут в целом сейчас такая дота что очень часто игры заканчиваются и правда за 20-30 минут учитывая насколько стал популярен тот же лекан бисмастер хотя опять же леканом мы на профессиональной сцене все равно мало видим как тот не а не припомню чтобы его спамили пик или мы уже с тобой даже обсуждали эту тему почему его нет в последнем патче его немножечко пофиксили ультимейт его изменили точнее кулдаун увеличили вроде как это глобально на этом герой не сказалось или контроль по-прежнему достаточно силен и игры тоже очень быстро и сейчас мне даже знаешь начинает казаться игры быстро не только потому что в популярных персонажах там какие-то лекантропы бисмастеры и прочее и чены а просто потому что сейчас если ты линии выиграл то за игру можно закончить вообще супер жестко вот если команда допускает ошибки на лайнинге какие-то на всех трех линиях были допущены ошибки камбэкнуть может быть нереально тяжело вспомнил вчерашнюю игру virtus pro как они там викингов вообще за 17 минут задавил не задавили они просто заставили их сдаться там они уже прям реально выиграли все три лайна плюс у них еще и нигма был на четвертой позиции то есть у них мало того что у резолюшна там супер много фармата там еще и на четверке и нигме какие-то хорошие предметы и в миде у них тоже было как-то не очень все хорошо а это все с мелочей начинается там ранжевенького крипа отдал тут чё-то какую-то руну не подконтролил враг там забрал дд или хосту на сложной линии два раза на на пул не пришел то есть там враг легкий кэмп отпулил пару раз ты уже как бы третий левел там без пяти четвертый враг уже пятый и подходит следующая пачка из этой пачки ты ни одного крипа уже не забираешь и вот так вот одно на другое наслаивается в конце концов получается что у тебя все три линии проиграны как бы десятая минута выезжают катапульты нет вышки тут нет вышки там нет вышки здесь и ты такой ну и чем не делать и все делать нечего терпишь там как-то пытаешься какие-то фраги хотя бы выцепить получается может как-то за камбэк зацепишься но как правило не получается и все конец игры поэтому момент сейчас очень быстро надо стараться не проигрывать линии непонятно хорошо или нет непонятно баланс на это линии то мы помним как себе образовался что это почти на самый худший за последнее время в доте да и в целом многие игроки и отзываются что вот этот патч именно нестабилен нас начинается игра кентавр получает стан но я даже не знаю на самом деле мне кажется для него все это скорее выгоду хотя если вот и убьют хорошо но 13 таков развернуться не хочет мне кажется уже мог бы два у три удара сделать и эмбер бы не пережил ну ладно 13 таков то остается рит или это если бы не умер вообще было бы хорошо но в итоге тут еще и мирана руну ворую чужую и реалити риф забирает все баунти руны делают ферсблат ферсблат для кэри эмбера восстановится за счет танго нет никаких фласок из минусов но в остальном хедреска танго и реген очень высокий эмбер быстро восстановить себя а пм да не очень не очень хорошо конечно получилось немножечко под спы а нет погоди реки тут просто прям под вышкой все добило это потому что ky xy вообще крипов не блочил возможно кстати специально не было счет крипов чтобы вот так вот получилось очень часто матчапа на харде с этого начинается что ты специально крипов не блочишь враг их проблочивает и ты потом вот как бы у себя здесь подкачиваешься ошибается грим строук не добивает первым спелом ранжовенького крипа но мирара по моему и не заданайло поэтому невелика потеря это это правда да действительно потеря невелика вот как раньше казалось за добитых крипов самая важная награда это именно золото да вот если там кто-то крипа не добивал такую крипа не добил золото не заработал а сейчас все-таки самая важная награда закрепает и xpap потому что кто первый получит второй левел кто первый третий левел получит тоже очень важно и от этого зависит будешь ли ты вообще в дальнейшем крипов фармить или ты будешь стоять и смотреть как враг фармит до тех пор пока той тиммейтом пул какой-то не сделает или если ты на сложной линии стоишь пока он крипов не выведет ретелейт включен но идеальные чины эмбер связывает двоих это спасает у кентавра было слишком много урона может быть ребята немножко не дотерпели можно было спокойно дождаться уровня 2 рубика и напасть с телекинезом два контроля было бы когда уж эмбер бы не ушел ну ладно ретелейт потрачен придется стоять пока фармить крипов просто лич под вардом постоянно бегает один колорит и себе взял атака на рубика чины есть чины хорошо щиток отличия залетел но рубик должен похоже уходить еще и телекина в запасе остается манга можно фейтболтом откинуться никаких проблем все нормально там снизу атака от реки прыжок на сладара правда реки пытается убить в размен реки убивает киуа xy выживает и уходит сладар восстанавливается за счет фласки но реки знал что уйти уже не получится он шел до конца понимаешь что варианта пойти назад просто нет мирана допрыгает и за райт кликает 0 2 я помню мы общались с тобой на тему почему мирану часто пикуют сейчас почему это такой хороший герой и забыли обсудить тот факт что у мираны сейчас заряды скрыты ты сейчас не видишь сколько у нее липов раньше ты всегда мог посмотреть когда за мираной например гнался ага так сколько там у мирана прыжков осталось один ну тогда мы сейчас нападем на нее заставим ее прыгнуть догоним и накостыляем ей а сейчас уже так не получается ты не видишь сколько у нее ну да так же и с эмбер спиритом работы ты не знаешь сколько у него ремнантов тебе приходится считать если ты видишь на драке 3 ремнанта дал ты понимаешь все типа ремнантов него больше нет можно нападать дальше спокойно никуда он не убежит это тоже все-таки достаточно важный фактор как мне кажется и так 3 минуты 30 алакрити на миде приносит себе боттл очень хороший результат проспамливает мид для того чтобы на четвертой минуте выйти на руну и в этом плане ему еще мирана должна помочь тем временем в топе умирает рубик пока счет кстати говоря 3-0 по крипам вроде все нормально и там и там хотя нет с лордара 20 у реки 14 не очень-то нормально мне кажется киева x и зорб виновом еще любопытно но вот начинают ребята потихонечку на легкой линии проседать но все еще и перчатка появляется стики в общем те реки можно не бояться нападать на него раз разом тут уже вот эта комбинация через грим оказалось бы очень мощная линия никакой реализации не получается удачный получить для себя реки не убивает скоро баунти руны мирана неплохо может соконтролить просто за счет того что стрелу можно по таймингу хорошо дать пока вы вернешься мирана уже успеет прыгнуть что забрать но тут два героя выходят и лордар тем не менее готов поддержать и ребята понимают что биться здесь не получится лордара был уже готов баш был первый краш руна оставляет еще и для шедуфиндон законтролит пустом бот ли на топе там параллельно телепорт от кентавра телепорт успешно улетает на фонтан правда разумеется сейчас будут ладно ботинок подождет наверно с ботинками смысл идти телепорт до действительно успешный но его линии так проиграна по большей части эмбер сверсбладом ладно не так уж прямо проиграна там хотя бы по лвлам какой никакое равенство и по крипам тоже у кентавра все плюс-минус порядке честно правда пачечку здесь пропустит но хайт не останется в обиде подобивает крипов все у него будет нормально так и лич себе там доносит ресурсы пятая минута шестая минута смотрим на поварап руны мирана как-то не особо торопится помогать шедуфинду с контролем а следовало бы на удачу рассчитывать шедуфинд ну видишь повезло правда ровно абсолютно бесполезная для отдых не менее шедуфинду по она не помешала ладно миран там снизу там такая агрессия на этого реки чтоб он крипов не добивал что может быть и смысл не отходить пока возможно на этого одного с лордара с таким количеством хп напасть могли бы несмотря даже на капли еще одна стрела вот еще чем круто мирана это уничтожение катапульт это в общем-то и раньше понимали люди что там под катапульту надо как-то двигаться и мирана которая вот где-то год назад как раз была супер популярна там чуть меньше чем год назад месяцев 9 назад во времена девятого интернешнала как раз ее для этого и брали чтобы катапульты можно было быстро разрушить и не испытывать каких-то трудностей в этом плане нападают на эмбера эмбер без флеймгарда прожимает стики и кажется спасается бегством еще и на развороте может быть чуть позже подойдет не ладно пока пока такой кентавр нельзя драться просто ребята отходят при ты леет скоро закончится и можно будет дальше стресс фармить честно честно говоря с таким кентавром по-моему то уже вообще особо драться то не стоит него хп реген 15 вообще по барабану ты там фласки будешь тратить если только вот убить как ты его сразу попытаться но это крайне трудно протанковать хватает ремнантов были бы ремнанты все было попроще а так мне кажется сейчас ребята могут быть наказано идет до конца нужен телепорт может быть несколько поздновато и кентавра все же убили еще и лича тут примут в контратаку но это минимальная потеря кстати говоря первый фраг для команды бум за 8 минут игры ну и из минусов реки остается один как-то вот так даже к рипам подходить опасно только через прыжок может фармить попытка рэнжа забрать получаются красавчик получает по башке еще тут пару раз первым слотом киваяк своя видимо владмирс будет делать тащит себе базилку так ну и мирана потихонечку двигается под мид восьмая минута руны иллюзии вот конечно настолько это рандомная вообще ситуация с рунами действительности вот посмотри какие руны спавнится на четвертой иллюзии на шестой реген на восьмой иллюзии и как бы для финдат ладно там финт там леса там пофармит а если бы это был бы какой-то шторм представляешь как ему неприятно такие руны получаются когда там можно аркейн получить или dd какую-то можно загангать кива xv дает еще один стан у реки небольшие проблемы но кива xv тоже без хитпоинта до конца будут прыгать но это опасно очень опасно вот так вот прыгать в итоге понимает реки что лучше отойти мирана уйдет без проблем а с лордар уже на базе с уровнем 6 у реки появляется еще больше проблем на линии лордар отсюда уходить не будет он будет стоять дальше и реки объяснять реки только-только восьмой шестой ауд продолжает стоять на центре шадуфиндом небольшая разница шадуфинд немножко лидирует за счет того что лесу на фарме поэффективнее начал это делать уже с минуты четвертой воды только сейчас начинает неохотно ну по уровню разница незначительная в общем очень мало динаев на этой линии вот что могу сказать прям крайне мало шадуфинд он почему против у д хорош потому что он очень круто крипов динаить может у него намного больше рука появляется да вот за счет некромастер и там уже на втором левеле это должно быть ощутимо там с рейзами легко крипов каких-то добиваешь там небольшая разница по урону появляется и все и ты уже можешь от и ну как-то ну если не супер сильно перединают динаить хотя бы что-то уфинда в итоге за 9 минут всего лишь 8 динаи это крайне мало крайне мало можно намного больше так мирана дает стрелу видит что-то много героев задевает стану все-таки обидно получает а сладар здесь один против четверых героев поэтому у тебя как-то очень очень аккуратно здесь посмотрите бумы здесь почти полном составе но отдают руну пива xy который здесь в общем-то был городом одиночестве что-то можно контролировать дд и контролировать еще и баунти можно было пво и напрячь если честно чего не так побоялись хотя бы ну типа страну его прогнать ладно не там пришли помогли реки сделали фраг убили мирану ну блин четвером раз уж вы за внезапного фрага бы не было мирана была в таверне мэллайта бы мы не увидели сто процентов да забавно получилось чисто даже не ради фрага вот чисто ради того чтобы руну отжать можно было бы так бы кануть на этого сладара но оставили руну в итоге реалити рифт лидирует на 2000 в данный момент что у нас эмберта кстати будет покупать барабаны будет покупать барабаны и барабанить кстати очень красивый фраг сейчас на эмбер спирите будет супер круто все провернули здесь повесили щит грим строка на реки реки прыгнул под стан туда же сайланс грим строка и у эмбер спирита просто не осталось шансов дабл дэмэдж десятые минуты подобрал финт активирует его и вместе со своей командой вместе с катапультой пытается разрушить тир-1 вышку в топе на топе лич еще готов защищаться но тут моментально стампит слушай лич неплохо контратакую чайник залетел еле живой кентавр рики получает даст и приходит с лардар есть в итоге коррозив хейс и непонятно как сейвить этого рики никак вот это поворот много телепортов кентавр прячется в лесу у нее нет маны на телепорт она на самом деле еще относительно нескоро натикает ладно постоит пока кентавр получается все идеально лиджи защитить защитил башню дал щит и сделал фраг точнее сетап для него отличный размен смоук от бумов на центре только что был разбит рубика есть стрела есть астрал так что сейчас мы можем увидеть ту самую комбинацию которая обычно работает на секунду ребята заметили нас на скане героя понимает что скорее всего другом кемпе может быть нужен просто астрал на самом деле тут больше ничего не надо ну что дуфинт играет понятно он просто дожидался спауна крипов в итоге астрал будет нет не дотягивается не дотягивается стрела мимо и все плохо все очень хорошо очень хорошо наверно там где-то на аванпосту он сам отменил телепорт ну ладно если убежит то хорошо рейза нет поживет но драться с таким количеством хп пока нельзя фласка переложено через рюкзак нужно время дабы восстановиться грим строка притащили залетает стрела у д добивать старшторм по двоим принимает еще кентавра стампида нет по моему то это отмена телепорта сейчас это первая такая мощная драка где много получает рифты забирают башню делаю два минусы на корах очень плохо случайная отмена телепорта и вот к чему это приводит да и вышка сейчас упадет и без шансов здесь для бумов как-то и попытаться задефать ничего не хуже не выйдет в топе свою вышку они сохранили у реалити рифт я имею ввиду реалити рифт вообще ни одной вышки не потеряли за 13 минут если что вот и вот манговое дерево который у них на иншентах стоит поскольку соперник сейчас доминации на карте не имеет его вряд ли так смогут легко разбить смог сами активируют дары и неужели они в рошана пойдут нет пойдут в рошана вообще наверное с владмирсом могли бы на дальнейшую пиков можно сделать забрать это один а это лучше это лучше конечно вот так вот поступить убить и забрать тире это во первых просто более надежно ты не знаешь как соперник поведет тебя вдруг он догадается что-то рошана бьешь вот 13 минуте там как-то просканит или чисто случайно там мимо кто-то пробежит там заглянет увидит что вы бьете рошана и вы можете очень очень сильно пострадать от такого аркадного действия если вас там поубивают еще и не дай бог там рошана отдадите на нем будет коррозии в хейсвисе пока реалити рифт действует намного лучше чем их соперник по всем параметрам все у них получается рики дофармливает свой диффуз диффуз конечно немножечко нет тайминговый у него будет хороший тайминг на диффуз у реки это где-то минут 13 наверное где-то там 13-14 но у него он появится в лучшем случае минутки к 17 демодж берет эмбер спирит на 10 уровне любопытно что он возьмет после барабанов может какой-то дизоль или просто какой-то физический урон что можно взять на физический урон кроме дизоля разве что бф наверное какой-то да на эмбере или или кристаллис вот кристаллис кстати многие тоже раньше по крайней мере когда кристаллис был помнишь очень-очень сильный когда вот этот билд появился mom плюс кристаллис на джиггернауте тогда на эмбре спирити можно было прям первым слотом ну или там вторым слотом после драмов купить кристаллис сейчас и не знаю насколько это актуально вроде бы там поднерфили телепортируется эмбертоп для того чтобы не дать сопернику спушить тер два и только сейчас появляется в ангуарту кентавр кентавр выглядит как очень-очень такой запакованный товарищ но без даггера он не может начать драку первым это его большая проблема сейчас будут пытаться финдау а не финда спирт убивать ревнант у него есть тучки нет тут уже все он должен умереть а каким образом а тучки нет тучки нет забавно получилась атака такая атака на грима грим ох стрела не долетает но слордар пытается в соло сделать фраг но и за счет стампида только за счет стампида получается спасти свою пятерку может быть несколько дороговато получается невидимости тут лич хотел быть и присосать грима не получилось рубик ворует ну такой полу с полезную способность какой-то щит был бы поинтереснее обычную пятерку спасти при помощи стампида это нормальная практика но учитывая то чтобы у мы сейчас контроль на карте очень сильно теряют потеря такой способности как стампида явно не добавляет им возможности на карте лечь позиции неплохой центре ставится интересный момент у дэс форстафом стрела полетела стрела попадает грима очень быстро должны убивать фисты просто уничтожают вместе с шадоуфиндом и его обычными ударами но т2 пока лучше стоять там же чей финн с минус броней жесткой достаточно 567 вот у него будет на втором третьем четвертом уровнях и это все под фисты болины если вдуматься комбо действительно жесткая получается и вот очень часто драфт с эмбером страдают от того что рошана не могут они быстро забрать если у тебя нет кэри какого-то супер хорошего против рошана типа урса или каком-нибудь брестлбек того же самого ныне популярного а здесь так много минус армора что даже с эмберспиритом можно рошана пойти забрать вот уже прямо сейчас но для этого только нужно пиковнуть врага и пару вардов каких-то кликнуть вокруг рошпита чтобы понимать что враг не идет его как-то защищать и можно со спокойной совестью его добить с ларда не хочет приобретать себе блинг даггер будет фармить бкб в итоге инициация у реалити рифт немножечко от этого страдает но учитывая то насколько они сильны сейчас и просто насколько у них больше лова они могут просто на ноге вот так как хорошо работает они увидели о д о д вроде как был с форстатом то есть ну по логике достаточно легко уйти астрал нажать и форстат нажать но бесконечно практически контроль на это вода его быстро убили падает и 2 глифа у ребят нет но ситуация весьма неутешительна хотя преимущество по-прежнему заметьте она не настолько высокая для 18 минут она большое но играема вот они дефуза вот она тучка в деле лич в таверне неприятно но не так уж и страшно можно играть дальше еще одни иллюзии уже 3 за эту игру очень подозрительный смог это сразу же должны были заметить reality рифт сейчас и может они боятся что соперник на рошана пошел но соперник наорошана не пошел не хотят рисковать reality рифт и не прекрасно понимают на самом деле на самом деле что важно осознавать что соперник рошана вообще никак не забирает вот вообще не как для того чтобы уничтожить рошана нужно в пятером навалиться и долбить этого рошана наверное минуты полторы или там минуту что очень много по меркам доты вот поэтому если вот ты сам пойдешь на рошана только тогда ты даешь врагу как бы действие даешь точнее врагу возможность действовать и возможность как-то камбэкнуть и как-то перевернуть ситуацию на карте вот только когда реалити рифт понимает что смог бумов закончился и они уже там разошлись по своим делам только после этого они идут убивать рошана очень грамотно на самом деле манта появляется у финда еще одна стрела под коррозию хейст без проблем посмотрим кто заберет да на самом деле бумы успевают если чем драться грим с ультимейтом реалити рифт это понимает но там щит висит урона очень мало по шаду финду проходит вообще ноль урона пытается добить кентавра кентавра стампе и длд получает стрелу подходит кьюа xy влетает эмбер есть висты и форстаф не помогает есть байбэк может быть и смысл выкупаться играть уже до конца надо смотреть чины неплохие от эмбера принимает рики принимают рубика минус 4 уже учитывая что грим строк выкупался грим пытается хотя бы у нас забрать понимаешь что уйти отсюда будет невероятно сложно а тэнк своего отошел стрела прилетает возможно это ключевая драка в рамках всей карты ну вряд ли прям ключевая то есть в том плане чтобы после нее игра закончена это да после нее игра закончена но ключевые драки мне кажется были на лайнинге когда реалити рифт захватывали преимущество везде вот этот вот ферзблат в топе и последующие попытки уничтожения кентавра и то как финт мид отстоял и то как в боте ребята отстояли видишь как получается то есть вроде бы не делали супер много фрагов на лайнинге реалити рифт но получилось то что вот для соперника прям вообще без шансов вот такая вот мета линии выигрываешь и вот что сейчас могут бум айди сделать да ничего они вообще реально ничего не могут у них ни вещей не левела ничего нет совершенно там фбз дофармливает пайп него есть блинк но это конечно уже очень очень мало падает тертва вышка в топе вот мы фактически вопрос времени когда эта игра закончится в пользу реалити рифт по идее потому что сейчас уже как-то камбэкнуть только вот через реки через его инвиз и диффуз попытаться может шлёпнуть эмбера итог не факт что это получится сейчас посмотрим вот на боте на крипах надо его подловить пойдет ли дрю дальше у него ремнон есть активный но он так с опаской конечно действует тем временем в топе погибает в очередной раз рубик 0 3 у него статистика кентавр покупает себе пайп будет чуть чуть попроще что неужели решили на 21 минуте на хг эти вот это может быть опасно что дофин толкнули у нас аегисом можно пока играть сэнс ринг нажал отходит а лакрити подальше на развороте бьют кентавра кентавр ну поживет хотя остановится им очень больно реки санит еклипса туда залетает урона много выбили аегис что очень приятно эмбера пытается быстро убить эмбер практически остается без маны добили эмбера сф ультимейт чуть поздновато не спасает это эмбера и ребята и правда немножечко поспешили почувствовали что вот она победа уже близко и отдают эмбера с другой стороны все кнопки отдали бумы из минусов для них дайр тоже все кнопки отдали их на скане сейчас поймали одэ не стал подниматься туда поднялся бы получил сразу бы по башке не совсем кстати я понял что это за манта такая на финде какая-то странная странная манта против чего для чего чисто ради дополнительных статов но для статов можно было бы купить яшу и успокоиться или сэнджин дуяшу сэнджин дуяшу вот в ситуациях когда например манты тебе не надо не надо доджить что-то важное какой-то silence там который есть у врага или дебаф очень неприятный то сэнджин дуяшу смотрится намного лучше как правило она собирается быстрее потому что из таких предметов состоит которые легко приобретаются легко покупаются и по своим свойствам по своим статам дает больше чем больше чем манта по полезности я имею ввиду плюс мы знаем то что манта на ранжовых героях она менее эффективна чем манта на милишных героях а шедуфинг как раз оранжовый герой для сэнджин дуяши такого если я не ошибаюсь нет сэнджин дуяши одинаково хороша и на таких и на таких персонажах реки докачался до 15 уровня взял талант на урон теперь может быть у него будет хотя бы получать саппортов высекать в соло телепортируется кентавр на базу аганим появляется о да это уже собственно хоть что-то первый такой серьезный артефакт у деваурера на 24 минуте появляется но там вот уже бкб-шка бкб-шка на шедуфинде вот это уже ну действительно очень хороший предмет бкб-шедуфин бкб-слардер эмбер практически блокенбар надо дождаться 3-го блокенбара и в таком случае драку будут очень тяжело проиграть реалити рифт просто момент блокенбара понятно у бума вообще не будет никаких предъяв никаких не хватит урона од практически бесполезен кентавр то в общем тоже особо ничего не сделает но и реки подавно там кучка не работает не замедляешь единственная опция это нажать стампит и бежать пока у врага бкб-шки активно с дабл-дэмиджем пушат а егис но опять оттолкнуть как-то этого сф разворачивается так что толкнуть его не получится на хайграунд свой отходит назад ребята даже могут дойти нет смысла сейчас опять спешить можно и дофармить и блокенбар и даже рошана дождаться на самом деле такая опция имеется авар фармит в это время чужой лес на топе толкает линии реки тоже артефакты какие-то выносит 2 600 у него денег ничего не покупают если смысл оставлять байну скоро это узнаем так тайтан сливер выпадает команде реалити рифт вместе с spiderl x ну да да все закончилось реки очень хорошо на топе поформил наверное две пачки забрал вместе с катапульта и отличный результат вот телескоп для рубика подъехал вот и колчано д залетает тоже какой-никакой урон магический до блокенбара можно неплохо нести вот этот первый удар ну и графики перестали расти что немаловажно потому что на этапе всей игры график рос 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 и наконец-таки после вот этого не совсем удачного захода на хайграунд от реалити рифт на топе бум айди восстанавливается игра продолжается по опыту разница и вовсе минимальная и еще один смоук от реалити рифт руна волшебства на этот раз выпадает а команда бум аккуратничает на базе практически полным составом они здесь даже кентавр сюда прилетает возможность идеи смог разбить смог кстати говоря есть у грима да видимо это смог будет смотрите какой вард ставит лечь в общем ничего конечно необычного но будут давать информацию этот вард еще надо будет найти всегда ты ставишь центре чтобы найти вард который стоит снизу вот именно в этой точке до достаточно не хочет не хочется туда с энтре особенно против мираны против мираны надо много с энтрей покупать и часто они в дефиците помимо того что нужно ее полить в ульте ты еще все-таки это варты тоже хочешь убирать репер кит падает шеду финду про запас пригодится вдруг где-то не там под забросит игру враг пойдет пушить и репер кит можно будет использовать для того чтобы ту же самую тир-1 вышку на центре под дефать лишний раз под глифом а сяпику можно ходать типа лечу 20 регена в него будут регентом по-транквилами вообще 40 потому что раньше репер кит всегда была штука только лежит где-то там в лавке ты берешь когда надо взять все и как их по-другому не использовали у нас с другой стороны у леча телескоп оказывается неожиданно поэтому телескоп конечно для леча будет поприятнее он целым на всю команду ведь работает как аура да лучше чтобы кто-то носил многие про это забывают но и для самого леча приятно конечно сильный старт гейс чайник с огромного расстояния нередкая налича вот такого прям зажиточного леча можно и линзы увидеть не на пост 5 в этой игре точно тут гост что в целом то тоже очень круто купить гост форс стоит чуть дороже собирать его попроще но с гост ультимативное решение для себя мунлайт активирован видят кентавра кентавр ой да ладно успел ста ах чины как неприятно стрела залетает придется кентавра здесь продать он без байбека об этом конечно реалити риф не знают но сейчас могут это проверить а им не особо важно то есть это же не какой-то там не какая-то спиктра с радиансом который выкупится на хаунте прилетит это кентавр который во первых стампит потратил а во вторых даже если он выкупится ничего страшного просто отойдем и все она он то не выкупится значит упадет сейчас линия не выкупится да минус вард ставится опс от реалити риф тут попытка девардинга башня потихоньку падает не забываем что и снизу башня серьезно пострадала минутами ранее но глиф нажали глиф нажали по-моему немножко поспешили крипы поживут ну да немножко рановато не дождались крипов противника таки башня здесь должна упасть грим строк ультимейт с анти эклипс плакенбар 1 2 эмбер по моему немножко поздновато его используют но тем не менее главное что выживает реки пытался зайти в спину пытался убить мирана но знаете вот эту мирана с юлом с форстафом попробуй вообще убей и того упал т3 реки в таверне кентавр умер до этого реки без бая реки купил манту ребят это увидели и могут предположить что манта как-то появилась подозритель вот так вот просто резко и слишком может не быть слишком все хорошо у реки для того чтобы точнее слишком все плохо у реки для того чтобы покупать манту еще и чтоб у него на байбэк оставалось в такой игре нет правда блэкенбаров из проблем то есть реально потратили все блэкенбары вообще стрела полетела близко но грим был все-таки немножко в другой позиции эмбер вперед на удэ удэ на развороте бьет удар с майнбрейкера мирана отходит назад убивает грима он с баем но пока в общем-то бум и как-то сражаются казарма потихоньку наконец начинает страдать врывается кентавр стан по шаду финду не страшно контратака эмбер влетает прям глубоко под т4 получится ли убить удэ пока живет кентавр под эффектом страха отходит назад удэ астрал на себя если какой-то форс форс если что будет о да уходят висты 40 hp еще один рейс все-таки долетел там блэкенбары откатились какая же длительная драка уже реки успел появиться ребята пытаются хотя бы казарму добить добивают блестящий стан от кентавра по троим попадают убивает на меня на минус 2 героя можно продолжать еле живой шаду финт эмбер блэкенбаре убивают реки реки снова без бая убили в этот раз шаду финды но и нужно уходить теряют ребята гемфиста тембер эмбер хотел бы может сделать здесь рэмпидж не хватает ему рапира для того что тут всех убить урона конечно не хватит отдали гем казарма упала очень много байбеков от команды бум несмотря даже на все смерти а думаю что реалити рифт скорее плюсе слишком много байбеков выбили следующий раз такой вот уже обороны мы не увидим а у реалити рифт будут и блэкенбары и все способности ну да скорее всего в плюсе интересная конечно формулировка не хватило рапира так бы он всех убил так бы и рик тоже бы всех убил у него рапира была бы наверно а вот не факт не факт тут проблема рики что он в драке приходит и он не бьет даже ему не дают бить его увидели на гейме на центре и давали просто первый контроль и дальше ну один лич один лич просто взасасывал и ты за 2 секунды умираешь эмбюра конечно под блэкенбаром остановить несколько труднее не только блэкенбаром но и огоним себе он уже покупает интересно гоним на эмбер спирити да теперь у него очень много ремнантов может чаще влетать и вылетать ему главное бкб свое контроль и чтобы у него бкб прожималась тогда когда на него рикки нападает стучек так что кроме рикки то его в общем то тут мало кто может убить от этом ультимейтом может конечно шкваркнуть но когда агоним появился уже не так не так легко эмбер спирита застать врасплох хочет шиву следующим артефактом эмбер спирит так получилось что эмбер не стал собираться в пиздпс здесь вообще но у него есть шедофинт который покупал там всяких бабочек манты бкб шек дрэгон лэнсов и он здесь может быть строение он здесь может напомню что грим без байбека да так что там у кого-то денег не хватает кого-то должны бы все же боя но убили рубика рубик без боя погибает и грим не будет его долго реки с кентавром убегает совершенно другую сторону даже тут их могут застать расплох но ребята интересует несколько другая вещь тарашан аегис и сыр выходит на эмбера очень много у него хп есть форстаф есть black and bar можно контратаковать рики очень больно рики убили а дает он гем принимает и кентавра залетает стрела можно даже от рашан на самом деле уходить сейчас идти сразу по миду например не бить этого рашана забить на него хотя хотят все таки остаться здесь рики 50 секунд дебут кентавр 65 но у него деньги на байбек есть он не покупал себе алибарду снизу башня стоит на 833 здоровья на центре на фул хп но на топе там работа вообще минимальная ребята даже на эту линию не пойдут айгис шадуфинт эмбер теперь с сыром эмбер вот это в лед даже наказать его не получается никак его покупается кентавр понимает что сидеть в таверне 30 секунд никто не позволит стрела очень близко кентавра прям просвистела рядом но если что у дебы смог бы подсейвить а мастрал тот момент должен был быть падает казарма на центре использован еще один глиф кентавр стрела залетает урон пока никто не вносит ребята пытаются просто бить казармы казарма понемножку по чуть-чуть падают там какие-то телекинезы как-то отспамливается рубик и остальные но это все несущественно упала вторая линия а с это снизу башня еще две казармы а в рубе как-то умер где-то там далеко стрела видела миран и залетела но урона вроде нету мирана там очень много урона 330 урона до стрела дела просто и нашла обладатель она стакивает там астралы всякие стрела летит очень близко но тут надо защищаться конечно а то писька за арма ауде а что по ультимейту там black and bar массовый лд пока не может ничего сделать он вынужден просто из уйти главное в этой ситуации просто для него выжить и после black and bar of как-то попытаться ультануть эмбер правда сыром ну слушайте может быть и получится стрела еще одна пистэ от эмбера с лордар нажимает black and bar ауде нажимает black and bar падает еще одна казарма принимает мирана шадуфин дает реквиум шадуфин против ауде там напомню есть аегис ауде на стакал очень много но главное отсюда уйти он не уходит и даже не нажимает ультимейт он ждал слишком хорошего момента а этого момента то и не случилось но да без бая он купил себе black and bar вот прямо перед этой дракой и игра закончена 1-0 реальти рифт все же забирают эту карту начало было трифтов хорошие они по счету вели мы помним и фб было и реки потом умер вот как-то игра в таком темпе и продолжалась на самом деле на 19 минуте можно было бы эту игру заканчивать тотас особо уже было не повоевать при всем желании умов они конечно молодцы что старались до конца но вот с 19 по 35 это душниловы уже просто началось когда они пытаются вообще хоть хоть за что-то зацепиться хоть как-то хоть где-нибудь кого-нибудь убить но понятное дело особо ничего не получалось врага слишком большое преимущество ну и верно будет сказать что реальти рифт вот прям по микро видно кнопочки жмут хорошо проснулись все делают четко все прожимается все нормально везде все успевает это конечно легко делать когда ты доминируешь на карте когда ты линии выиграл у тебя и кнопки хорошо жмутся и рошанов ты забираешь и по макро как-то тебе проще играть да но бывают такие ситуации когда даже выиграв линии люди там начинают где-то там подзабрасывать где-то плохо скиллы нажимать и это позволяет сопернику камбэк поздравляем реальти рифт с удачным открытием этого матча собственно у нас будет еще 2 карта может быть даже 3 если бумы проснуться и отыграются ну и прежде чем идти на небольшую рекламную паузу напомним вам друзья что при матч наш партнер трансляции предлагает вам бонусы которые вы можете найти на баннере по трансляции вот и что мы еще скажем то что в общем то небольшая сенсация на самом деле то что мы помним какие были коэффициенты до игры бумы были фаворитом я тебе об этом ты честно сказал несмотря даже на коэффициенты было понятно что у бума все в общем-то в последние дни лучше а тут ну наверное и стадия драфта решила вот это туда которую я предложил который тебе не понравился в итоге то у него было начало 040 он очень плохо начал и в целом в игру он вернуться так стабильно не смог с грим строком какой-то реальной комбинации мы не увидели да на бумаге был рубик свару и чайник даст в ответ но на деле грим строк с реки провалил линию на дальше по игре тоже этот герой не стал актуален наверное единственный герой который здесь выглядел как рабочие машины это кентавр который там пытался драться который инициировал тот же реки тоже этот герой но он так и не появился он что-то он вкуна вкупился дефуза лич уже взял себе гост купил себе манта его принимают с гемом себе ситуация ладно мы ждем вторую карту надеюсь что бумы исправить свои ошибки это б у 3 поэтому всегда есть шанс отыграться мы пока уйдем на небольшой паузу а и и и